МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема выпуска. Мало стать человеком, необходимо окружить себя людьми. Почему брат пошел на брата с ножом? Трагедия в Шиловском районе. От обрушения старой крыши погиб ребенок. Международный обмен представителей корейской пенитенциарной системы ознакомились с русским подходом. Горько осознавать, но в России все по шаблону, особенно бытовой криминал. Мало самому стать достойным человеком, иногда необходимо обрубать все связующие нити с неблагополучными родственниками. Трагичная ситуация произошла с участием двух братьев. Оба жили с бабушкой. Младший старался работать и содержать в доме порядок. Старший сначала был защитником родины, потом начал пить, а вскоре привел в квартиру подругу, которая тоже не стремилась в примерной домохозяйке. На этой почве регулярно происходили конфликты, которые в ночь на 19 августа закончились серьезной поножовщиной. Действительно, подозреваемый в свое время проходил срочную службу. После этого он заключил контракт и служил в республике Чечня. С его слов он там получил контузию. И после возвращения из армии стал... Ну, его поведение изменилось, он стал агрессивным, стал заблокироваться спектрными напитками. По версии следствия, между братьями, которые проживали в одной квартире, на бытовой почве постоянно происходили ссоры. В тот день также у них произошел конфликт. В ходе ссоры старший брат, который проходил военную службу в одной из горячих точек, нанес младшему удар ножом в область Луруди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Удар был всего один, но очень точный. Задержанный настаивал на роковой случайности, но главный свидетель, его сожительница, которая, надо заметить, на протяжении 10 дней вместе с виновником трагедии скрывалась в заброшенных домах от следствия, утверждает обратное. Причина конфликта якобы съеденный завтрак, но понятно, что это стало очередной каплей, переполнившей чашу терпения погибшего. В этот вечер он в очередной раз указал навязчивым родственникам на дверь. Я бы убрался из квартиры, но конфликт был бы на этом исчерпан. По руке я ему не попал ножом, и не очень-то и хотелось. Ну, вот так я дальше стоял. Бабушка-братьев горюет об утрате одного внука и незавидной судьбе другого. Ребенка сожительницы воспитывает другая бабушка. Старшее поколение, как это часто бывает, расплачивается за ошибки своих непутевых чад. Будут ли достойные бабушки и дедушки лет через 30-40? Вот в чем вопрос. На высших уровнях власти постоянно говорят о повышении демографии, позиционируют браки и семью, но дальше слов имеется в виду реальная помощь, дело не идет. Те, кто, несмотря на бытовые и жилищные условия, все же решаются создать воспетую ячейку общества, порой сильно об этом жалеют. Сейчас в Шиловском МСО проводится доследственная проверка по факту гибели восьмимесячной девочки. Дочка была первым и единственным ребенком молодых родителей. В этом старом деревенском доме семья не успела прожить и недели. В момент трагедии взрослые вместе с ребенком спали на диване в комнате. Их разбудил звук рухнувшей балки потолочного перекрытия. Родители получили незначительные ушибы и ссадины, выбрались из-под завалов и вызвали скорую помощь. Не дожидаясь ее приезда, они повезли ребенка в больницу. Но в пути малышка скончалась. По словам руководителя Шиловского МСО Игоря Заваруева, ранее над ребенком осуществлялся медицинский патронаж, а злопалучный дом принадлежал родственнику цыганской семьи. Непонятная история произошла со школьником из Шиловского района. Мальчик пошел с утра за грибами и пропал. После обеда родственники заволновались и отправились на поиски. Через некоторое время к ним присоединились волонтеры. В поисках подростка, помимо сотрудников полиции, были задействованы добровольцы. Утром 9 сентября тело мальчика было обнаружено повешенным на дереве в лесу. По данному факту, Шиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России Призанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это доведение до самоубийства. Что именно произошло и мог ли на месте происшествия находиться кто-то еще, сегодня выясняет следственная оперативная группа. Все чаще участниками серьезных ДТП становятся большие грузы. Шансы выжить, когда навстречу несется грузовик, невелики. Два человека скончались на месте в результате ДТП в Рыбновском районе на 172-м километре дороги Москва-Челябинск. Водителю было 54, пассажиру – 61. Они ехали со второстепенной дороги на автомобиле АК, но вопреки правилам не пропустили МАЗ. Вот все, что осталось от легковушки. Обстоятельства аварии выясняются, но уже сейчас известно, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчины скончались на месте. Страна непобедившего зомбиализма. Так некоторые туристы с репортерским взглядом одной фразой описывают свои впечатления от посещения Кореи. Там от аэропорта до номера в отеле чувствуешь себя спецагентом, за которым внимательно присматривают, чтобы не сфотографировал чего лишнего, например. Вот где точно незнание закона не освобождает от ответственности. Что же есть в России и как внедрить это в пенитенциарную систему Республики Корея, выясняла делегация почетных гостей. Впечатление консула выслушала наша съемочная группа. Академия права и управления в СИН России сотрудничает с целым рядом зарубежных стран, а вот гостей из Кореи на своей территории встречают впервые. На встрече шла речь о возможности взаимодействия Академии с Республикой Корея, с пенитенциарной системой Республики Корея. В различных направлениях сотрудничества. Это подготовка совместных исследовательских, практических рекомендаций по различным направлениям деятельности сотрудников пенитенциарных служб. Это обмен учебной и научной литературой для использования в учебном процессе. Это участие пенитенциарной службы Республики Корея в научных мероприятиях Академии. И я особенно хочу подчеркнуть, что мы 5-6 декабря текущего года впервые проводим под руководством, под эгидой Федеральной службы исполнения наказания первый российский международный пенитенциарный форум, на котором ожидается участие широкого круга российских ученых, руководителей органов законодательно-исполнительной власти, Государственной думы, Совета Федерации аппаратово-полномоченного по правам человека и участие представителей 24 стран. Обмен во всем, вплоть до библиотеки, по возвращении на родину консул пообещал обсудить возможность ответного визита. По его словам, в корейских застенках около 50% осужденных отбывают срок за кражи, грабежи, разбой и тому подобное. Остальные 50% за более тяжкие преступления, в частности убийства. Пока преступники мотают срок, сотрудники колонии их перевоспитывают трудом, стараются переподготовить и адаптировать к социальной жизни. Но даже несмотря на все старания, у половины сидельцев наблюдается рецидив. Под главным штабом Венециальной службы Республики Корея находятся 4 главных управления и одно учебное заведение, которое занимается переподготовкой. И 57 исправительных учреждений по всей Корее. Но я могу сказать, что мы достаточно уверены в своей силе, и на достаточно развитом уровне находятся наши заведения. На более острые вопросы наших журналистов консул, как истинный дипломат, разумеется, не ответил. По крайней мере, жестко и откровенно. Но мы поинтересовались, что он думает об этнической преступности, которая захлестнула нашу страну. Я слышал, что перед своим видом в Россию, что такая проблема на этнической рациональной почве существует в России. Но я не могу судить, потому что сам не испытывал на себе. Но про Корею я могу сказать, что в последнее время в Корее появляется очень много семей, где родители из разных государств, то есть или папа кореец, мама иностранка, или мама кореянка, отец иностранец. И мы на государственном уровне, на культурном уровне проводим много различных программ для того, чтобы объединить эти семьи. Но не могу сказать, что высокая преступность в этой области, в этом направлении. А вот что вызвало неподдельное восхищение делегацией, так это местная доска почета Академии. И имидж, и престиж, и воспитание молодого поколения курсантов. Посмотрим, каким будет сотрудничество. А сейчас вспомним нашу немного обделенную в последнее время вниманием рубрику «Уроки самообороны». Есть ли шанс дать достойный отпор, если на вас направили оружие? Узнаем у Юрия Языкова и его воспитанников. Направляют оружие, значит, опять что? Значит, хотят вас ограбить. Самое простое. Если хотели бы убить, убили бы. Вы бы этого не заметили. Основное, что здесь делаем? Опять же, уход с линии атаки. Рукой. Хватаем рукой. Сделает опять это каждый. Единственное, нужно не так сделать. Вот он попадет в плечо. Вроде как от головы убрали, попал в плечо. А именно с разворотом. Корпус отвели и держим. Даже если он нажмет на крючок. Скоба сходит, обдерет вам руку, но уже не перезарядит. Потому что конструкция пистолета такова, что ей необходим вес. Ровно такой, который рассчитан на перезаряд. И следующее у нас движение. Палец у нас на спусковой скобе. Мы его опускаем. И уже контролируем. Контролируем уже противника. Можем сломать ему палец. Взять пистолет, посмотреть, есть ли там патроны. И потом начать его контролировать. Уход может быть, что в эту сторону. Здесь мы работаем на палец, на скобу. Что в эту сторону. Здесь мы то же самое сделаем сброс двумя руками, чтобы помочь. Вот она. Ушли с линии атаки. Все убрали плечи. Плечи развернули. И потом на ножках, не нагибаясь на него, а на ножках. Вот он заходит сам. Себе в лову. Закрыли. Второй рукой подбили. То же самое пистолет улетает. Еще один метод. Здесь то же самое. Идет давление сначала. Уход с линии атаки. И давление на пистолет. И потом по направлению указательного пальца пистолет уходит из рук. Потому что пистолет никто не держит изо всей силы вот так. Здесь то же самое. Здесь неважно, в какую сторону он развернется. Неважно, в какую сторону. Здесь смысл опять идет на том, что мы плоскость убираем, в которую пойдет выстрел. Плоскость. И просто прихватываем ручкой. То есть вот она пошла. Ручкой прихватили. И сработали вниз. На него опять на рычаги. На болевые рычаги. Так же и в эту сторону. Только здесь сразу идет удар у нас. Сразу удар. Бам. Здесь рука у нас прижата. Пистолет контролируется. После удара можем сразу его забрать. Или дальше просто. Опять сработать ему. Наша задача подготовки гражданского населения какая? Чтобы психологически себя готовить к такой ситуации, что вы вот в каждый момент, может такое случиться. Ведь это случается в тот момент, когда мы не ожидаем, что это случилось. Мы подходим, где это происходит. Даже зачастую при подходе к дому. Все, вот он уже рядом, подъезд. И тут на вас нападают. Вы уже в мыслях. Пришли домой. Вы пьете чашечку кофе. Там приняли ванну. А тут на вас. Где вас деньги? И начинает вас бить. Вы уже подходите к дому. Вы его взяли открыть, чтобы подъезд открыть. Подошли к дому. Он на вас нападает. Может быть, уже хочет представить вам нож, что самое, да, оптимальное. Здесь у вас есть время. За счет того, что у вас есть предмет этот, в момент, когда он уже на вас пошел, вы кидаете эти ключи ему в лицо и по возможности наносите ему удар. Как угодно кинули. Как угодно. Как у вас, как снежками в детстве кидались. Это не важно. Просто он пошел. Надеюсь, вы внимательно выслушали советы и вместе с тем искренне желаю, чтобы они вам не понадобились. Как говорил древнеримский историк Публий, будь осторожен даже в безопасности. На сегодня все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»